И так, берем нашу изящную чашечку. Изящную, но очень и очень, как я уже говорила, вместительную. А, да, тут еще не хватает блюдца. Так, дополняем эту композицию блюдцем. Вот так вот. И сейчас мы начнем делать волшебный утренний напиток. Так, и поскольку сахар у меня закончился, то я делаю вот что. Раз, так, что-то там упало, нет. Вот, раз. И два. Две таблеточки заменителя сахара. И сейчас будем заливать это все кипятком. Будет очень сладко и вкусно. Так. Залила. И размешала. Ну, я вам по секрету скажу. Сегодня вот так залила. Я не растворимый кофе, а натуральный. О, дверь открылась. Кот пришел. Видите, какой у нас могучий кот. Он открыл дверь и пришел. Сейчас я вам его покажу. Вот кто пришел. Ай! Вот так вот. Открыл дверь, пришел. Вот. Это кофе натуральный. Я только-только закипевший крутым кипятком его завела. Я тоже иногда так делаю. А здесь у меня лежат два вот таких пакетика капучино. Капучино. Верх тормашками, правда, я его держу. Вот. Но я небольшая любительница капучино. Это так, под настроение. Но. И вот наш кофе готов. С прекрасным ароматом. Да, иногда я просто заливаю кофе натуральный крутым кипятком. Иногда довожу до кипения. Конечно, чаще довожу до кипения. И вот. И вот. И вот. Настоящие елочки. Так. А это что такое у меня? Что это за пакетик? А! Понятно. Не буду уже вдаваться в подробности. Конфетки. Кофе. Елка настоящая. В башмачке. Вот в таком. Изящном. Так, что вам еще показать? Елка не настоящая, но веселая. И конфетки. Вазочка с конфетками. И конфетки под елочкой. И наш милый кот, который считает, куда? Это мой кофе. Ишь ты. Видите, какой он у нас? Вот ему все надо. Это он играет. Это от фотоаппарата. Ай, какая киска у нас забавная. Какая забавная. Вы видите себя? Так. Беру это вот, вот это вот богачество. И иду в окошко. Будем пить. Ну, а теперь, друзья мои, приступим ко второй части. Я сейчас покажу лаки, которые участвовали в моем новом маникюре. Это еще не лаки. Это еще то, что участвовало в приготовлении кофе. Вот этот лак был взят за основу вот этого маникюра. Вот такой приятный цвет. Немножко, на мой взгляд, уходящий в таракоту. После этого я взяла вот эти вот яркие блесточки и покрыла все ногти вот этими блесточками. Затем, вот этим вот лаком с очень тонкой кисточкой, он предназначен специально для рисования, я нарисовала вот такие две волны на безымянном пальце левой руки. И этот же безымянный палец покрыла вот этими блесточками, вот этими золотистыми блесточками. На правой руке я безымянный палец покрыла блесточками, вот этими. Они очень насыщенные, они просто шикарные. Вот эти вот ребята. Помогли мне сделать вот такой маникюрчик. Пока-пока!